Слава Господу Богу! Я радуюсь, что я могу быть сегодня с вами на этой особенной встрече. Это общение у ног Господа нашего Иисуса Христа. И так самое лучшее время, в котором мы сейчас можем быть. Когда я сегодня ехал машиной на это место, я на небе замечал несколько стаи птиц, которые возвращаются к нам. И так себе подумал, как это было бы прекрасно, чтобы, как это было бы прекрасно, как эти птицы, когда возвращаются к нашим поселениям, которые будут радовать своим голосом жителям, чтобы молодежь, возвращающаясь к этой конференции, как было бы прекрасно, когда молодежь будет возвращаться к этой конференции, как эти птицы, чтобы привлечься к этой празднике, к этой радости своим птицам, своим службам, своим жизням. И эти птицы, когда возвращаются, и своей радостью, своим пением, они могли поддерживать, укреплять и местных. У меня есть тема молодежь исполнена Духа Святого. Это очень большая тема. Я не в состоянии все это очень подробно рассказать. Я хотел бы прикоснуться к нескольким мыслям. Нех подставой нашего рассуждения будет фрагмент из листа Павла до Ефизиан. Знане вам места в разделе 5. Очень известное место, из 5 главы. И читайте там от 15 стиха будем читать пониже. Бачьте więc pilне, jak macie постеповать, не jako не мудрый, lecz jako мудрый, wykorzystując час, gdyż dni są злые. Dlatego не будьте нерозсадни, але rozumейте, jakа jest вола пањска и не упијайте се винем, которое поводует розвјзлость, але будьте пањни духа, розмавяјћ с собом през псалмы и химны, и пењни духовны, спевјћ и грајћ в сердце своим Пану, дякујћ за все за все, Богу и Ојцу, в имене Пана нашего, Езуса Христуса, улегајћ з едни другим в бојањни Христусовой. И так смотрите, видимо естество божественное. Бјде кштањтованы характер Пана Езуса Христуса. И будјт возбуждаться характер Езуса Христа. Человек, который напије се спиритусу водки, већ о том, что бајдо люби спевать. Вы знаете, что тогда люди обычно любят петь. То есть такие характеристики. И это так как бы видно издали. И хоть може то порњнание не ест в этом przypadku таке бајдо докладне, и хотя это сравнение не очень точно, але человек, который јс пејен Духа Святого, но человек, который исполнен Духа Святого, он ма радость в сердце, у него в сердце есть радость, он хше спевать для Бојјћ хвај. Он хше пејћ во славу Божјј. Брајј и сестры, дродзе згромадзене, брајј и сестры, дорогие собравшися, кедыјў в наших домах было бајдо в наших домах было очень множество пејј. Кеды вспоминам лата своей молодости, когда я вспоминаю годы своей молодости, младзёж бајдо часто се спотыкаја по домах, молодзёж очень часто встречалась по домам, але ровнеж и по наборзејствах, и после служени, и спойне отверали шпејники и шпевали для Божјј хвај. И вместе открывали псалмы и пели Господу. То таке ёс пењне свядећтво этой близкой связи с Богом. То ёс ёд conscience. То ёд годен ёс� Theyѐў. То ёд edge спојётво ёсто 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 ёсто. То ёдん ё с wagon. Ё мото ёсто 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 деётво ясто. Dragon со своётво ёсто 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 trackēоWeќ. Пејдени трјћа ёсто 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 ёстоёна responding. Который молился апостол Павел за верующих в Ефесе. И там читаем в 3-м разделе от 14-го версету следующие слова. И там читаем 3-я глава 14-го стиха следующие слова. Чтобы вы были через Духа Его моком утверждены в внутреннем человеке, чтобы Христус через виарю замешкал в сердцах ваших, а вы вкорженени и угрунтовани в миности, здолали пояснить за всеми святыми, какая есть широкость и длагость, и высокость и глубокость, и могли познать милость Христусовую, которая превыжsza вселенное познание, abyście zostали выполнени całkowicie pełnią Божим. Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнить со всей полнотой Божией. Дорогие, собравшись, эти слова апостол Павел высказал людям, которые были крещены Духом Святым. Вы знаете, как от начала возрастала церковь в Ефесе? Когда апостол Павел их отвезал, это были ученики Яна. И когда общался с ними, и там тоже молился за них, они приняли крещение веры, и были исполнены крещены Духом Святым, и молились на языках, и молились иными языками, пророчество было тоже. И сейчас обратите внимание, к этим людям апостол Павел исполнил Духа Святого записал эти слова. Он молился за них, чтобы были исполнены полнотой Божией. Молиться, чтобы через веру Христос жил в их сердцах. Разве это не удивительные слова? Подумайте над этим. Они переживали прекрасные моменты. Господь даровал им свои обетования. А тут апостол Павел оставил такие важные слова, что он молится о них, чтобы Христос замешкал в их сердцах, чтобы Христос вселился в их сердцах, и чтобы они были исполнены полнотой Божией. Что я хочу это сказать? Христос Духом Святым. Крещение Духом Святым. Это прекрасное Божье обетование. Великим благословением. Которое мы переживаем только однажды в жизни. Но на этом не заканчивается наша духовная стройка. Мы должны все дальше и дальше иметь открытие сердца на действия Божьего Духа. Абы Он проникал во все сферы нашей жизни. А чтобы нашего Я было все меньше и меньше. Абы во всем Христос был первый. И чтобы во всем Христос имел первое место. Мы нуждаемся в Духе Святом каждого дня. Мы нуждаемся в Его полноте. А когда человек исполнен этим Духом, он имеет жизнь похожая на жизнь Иисуса Христа. У него есть похожая жизнь как жизнь Степана. Мы считаем, что он был исполнен Духа Святого, когда камни летели в его сторону. И как он вел себя, когда он умирал от ударов камней. Молился за своих истязателей. Просил Бога, чтобы им за грех то не почитал. И просил Бога, чтобы не вменил им греха этого. Человек pełен Духа Святого пребача и благослови даже неприятелям. Человек исполнен Духа Святого прощает даже и неприятелям своих. А тем более своих братьев, сестер, семью свою. Как это важно и нужно нам. Дорогая молодежь. Если молодой человек исполнен Духом Святым. Если молодой человек исполнен Духа Святого. Конечно, не только молодые, но каждый из нас. Но я особенно на эти слова хочу обратить к вам. То есть приказание с обетницей, которое вы знаете. Это заповедь с обетованием, которое вы знаете. Мужяя о шакунке и послушании во всех родителей. Которое говорит о уважении и послушании для своих родителей. Это право наданное через Бога. Это право наданное через Бога. Дух Святый был послан и для того, чтобы напомнить нам то, что говорил Господь Иисус. Что наука, именно та библийна, что закрывается в учении библейском. Чтобы мы могли помнить об этом и исполнять это. А ведь исполнен Духа Святого молодой человек. Она будет уважать своих родителей и воздавать им честь. Человек наполнен Святым Духом имеет смелость и дерзновение и свидетельствовать о Христе. И поэтому мы читаем в первой главе Деяния Апостолов, что Господь Иисус обращается к своим ученикам, чтобы ожидали обетования от Отца. Пока не будут обличены силой свыше. И когда мы смотрим на историю этих учеников, видимо, что они порушили целый современный мир. Потому что Дух Святой что-то делал эту работу через них. Они были исполнены и были послушны Духу. А залаште, три лета ходили разом с Иисусом Христом. Посмотрите, они три года ходили с Иисусом Христом. Были в самой лучшей теологической школе. Видели чудеса, которые Пан Иисус совершил. Они видели чудеса, которые делал Господь. Чи мы бы не прогнели так с Иисусом ходить три лета? Разве мы не хотели бы три года ходить так с Иисусом? Это было бы нечто прекрасное. Но им еще было нечто нужное. Это было исполнение Духом Святым. И они могли пойти как свидетели и проповедовать благую вещь. Человек, который исполнен Духом Святым, будет любить Слово Божье. Потому что это Слово было записано под действием Духа. Человек, который будет исполнен Святым Духом, будет отклоняться от этого мира. А будет приближаться к своему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Чтобы Он принимал каждую дзекину жизни. Чтобы Он взял под свой контроль каждую сферу жизни. И поэтому очень важно является, чтобы мы сегодня посмотрели в это зеркало Божьего Слова и посмотрели, полны ли мы. Некоторые успокаиваются этим, что я молюсь с другими языками. Некоторые говорят, что у них есть даже Слово от Господа. Конечно, если это исчезает из этого правильного источника, это благословение. Но что Господь Иисус сказал, вы помните, что придут многие уже пророки. Люди, которые будут говорить, что в Твоем ли имени, не в Твоем ли имени мы чудеса творили. А Господь Иисус ответит им, я не знаю вас. Нигде не знал вас. Я никогда вас не знал. И так обратим внимание на исполнение Его Слова. А в другом месте написано, на плоды жизни. То есть, на те моменты, которые показывают, кем мы являемся. Это плоды жизни нашей. А какие плоды Духа? В Лище Апостола Павла до Галатия читаем, знайте это. В Послании к Галатам мы читаем, вы знаете эти места. Пятая глава, 22 и 23 стихи. Овоцем зася Духа są милость, радость, покой, черпливость, упрежимость, добрость, верность, лагодность, шцемензливость. Прецивко таким не ма закону. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долгацерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Поэтому, дорогие собравшися, Бог смотрит на нашу жизнь. Какие плоды мы приносим? Доброе древо приносит доброе овоцо. Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Злое древо приносит злое овоцо. А худое дерево приносит худое плоды. И так мы можем посмотреть в зеркало Слова Божьего. И посмотреть, полны ли мы Духа. Или может чего-то не хватает нам. И есть это такой благословенный час тут на этой конференции. И здесь, на этой конференции, такое благословенное время. Абысь мы узуполнили то, чего нам zaczyна браковать. Чтобы мы достигли того, чего еще не хватает нам. Абысь мы могли выполнять Божью волю. Чтобы мы могли исполнять Божью волю. Когда мы смотрим в Слово Божье и историю мужей Божьих. Напотыкаем на przykład, szczególный przykład Danielа. Мы встречаем такой особенный пример Danielа. Ксюга Danielа. Книга Danielа. На pewno знаете очень точно эту историю. Наверное, вы очень четко знаете эту историю. Это был человек, который раз с иными, молодыми, zdolными людьми. Застал упроводzony до неволи бабилонской. Это был человек, который с другими, очень способными, был уведен в плен. И когда читали бы мы все слова, описывающие его поставы, его историю. И когда мы читаем все слова, которые говорят нам о его истории. Как он ввел себя. То там есть подкрыслено, что в нем был другой дух. То там везде подчеркивается, что в нем был другой дух. Попрез которого то духа он объяснил все сны, которые там появились. Через которого духа он объяснил все сновидения, которые в этой истории появляются. Это был верный муж своему Господу. Когда ему, как молодому человеку, предлагали его трех друзей, чтобы они пользовались царским столом. И в этот способ тоже приготовили себя до службы на дворе этого крола. И таким образом тоже они приготовили себя для служения этому царю. Читаем в 8-м версеcie 1-го роздziałу Кс. Данила. Мы читаем 8-й стих первой главы книги пророка Данила. Леч Данил постановил не калачься потравами ze столу кролевского, а не винем, которые кроли пили. Просил więc проложенного над слугами дворскими, чтобы он мог ушедить с пламения. Данил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, который пьет царь. И поэтому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Это пример молодого человека, который был далеко от своего народа, от своего храма, в чужом месте, где, можно сказать, почти никто его не видел. Но он и туда тоже остается верным своему Господу. Рызыкując даже своим жизнью, И он даже наражая свою жизнь, Решил отречься от стола царского. Почему? Потому что там эти яствы были нечистые. Господь дал закон народу израильскому. И в этом законе было одно повеление, чтобы они не вкушали мясо с некоторых животных. Конечно, языческий царь, он не смотрел на этот закон. И так Данил решает отойти в сторону от всего этого. И это является таким прекрасным примером для всех нас. Мы иногда вне церкви, в школе, в работе, в путешествии. Где нас не видят, где нас не видят, где нас не видят ответственность за церковь. Может, где нас родители тоже нас не видят. Как мы тогда ведем себя? Как вы тогда ведете себя, дорогая молодежь? Вы готовы посвящить, может даже и не жить, потому что в этот момент не видим здесь. Но принимать от своих друзей, в которой вы пребываете, потому что молодежь очень сильно влечет. И человек, который не хочет идти с толпой, его как бы отмечают как-то. Но кто осознательно отрекается от греха, от злого. И так, как апостол Яков пишет. Так, как апостол Яков оставил нам. В 4-м разделе и 4-м версе. 4-я глава и 4-й стих. Если человек готов оставить дружбу за этим миром, он является другом Господа. И наоборот, если человек дружит за этим миром, то он вражает с Богом. И тут все эти вещи, о которых братья передо мной уже говорили. Алкоголь, наркотики, папиросы. Алкоголь, наркотики, сигареты. Забавы. Разврат. И разного рода мода, которая открывает плоть человека. Все то, что сейчас в этом мире очень модно. Если мы в состоянии уйти в сторону от всего этого, тогда Дух Святой будет иметь место в нашей жизни. Тогда мы будем исполнены этим другим Духом. Духом, который выполнил Пана Езуса Христуса. Духом, который исполнил Господа Езуса Христа. В Кседже Изаяши так прекрасно было сказано. И читаем там в 11-м раздяле. И читаем 11 главу. Что этот Дух Святый является Духом Господа, Духом премудрости и разума, Духом совета и крепости, Духом видения и благочестия. А ведь этот человек выполнен Духом Святым будет хотел жить в боязни Божией. То есть боязнь Божия, то есть между ними уникание греха, уникание злого. И так страх Господень это удаляться от греха. Тего вам желаю, дорогая молодежь. Мы нуждаемся не только крещения Духом Святым. Но тоже и полноты Духа Святого. Ходения в Духе Святом каждого дня. Памятите Петра и Яна. Вы помните Петра и Яна. Которых втромцово до вензия за то, что в имене Езуса уздоровили Chromeго. Которых заключили в темницу, потому что они во имя Иисуса Христа исцелили Chromeго. И заказано им гласить Евангелие. И приказали им, чтобы не проповедовали Евангелие. Что сделал Петр и Ян? Что сделал Петр и Ян? Это были братья, то были мэжови охршшени Духом Святым. Это были братья крещены Духом Святым. Но они были в День Пятьдесятницы, в том месте, где Дух Святый стал зланы. Ибо они находились в Пятидесятнице, в том месте, где был излит Дух Святой. Мы читаем, что они пришли к своим. И вместе со своими братьями и сиострами они воздвигли голос молитвы Господу. Абы Пан их взмокнил и додал силы и отваги. И там читаем, что Дух Святый встопил. И там мы читаем, что Дух Святой не зашел. Выполнил целое то место и выполнил их сердца. Исполнил все это место и их сердца. Потяжна была Божья obecность. Великое Божье присутствие на этом месте было. И пошли дальше с удвагой, зwiастовали Слово Божье. И они пошли дальше с дерзновением проповедовать Слово Божье. А ведь те, кто были охлаждены Духом Святым. И так те, кто были крещены Духом Святым. Чувствовали нужду повторного исполнения Духом Святым. Мы нуждаемся в этом, возлюбленные. Апостол Павел, когда писал лист до своего молодого współпроцовника Тимотеуша. Апостол Павел, когда отправлял письма к Тимофею. Он в своем послании заключает такие очень важные слова. В первом разделе Другего листа до Тимотеуша. Первая глава второго послания к Тимофею. И писал до него те слова. Шестый, вверсет и сиедми. З того поводу вспоминам Ci, abyś rozniecił на ново дар łаски Божей, которого удзелиłem Ci przez вложение ронг моих. Альбовим не дал нам Бук Духа боязни, леч мощи и милости и повсюгливости. Шестой, седьмой стихи. По этой причине напоминаю тебе возгрывать дар Божий, который в себе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бук Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. А więc, зauważте, что видочно Тимотеуш musел остыгнуть в этой своей горливости, милости. И так обратите внимание, видимо Тимофей, он остыл в своей любви, в своем призвании. Скоро апостол Павел, который был таким ойцем духовым, пишет те слова. Когда видим, что апостол Павел, как отец духовный, он оставляет такие слова Тимофею. И захэца его до того, чтобы на ново разъяснил дар ласки Божьей. И побуждает его к тому, чтобы он возгревал дар Божий. И напоминает, что это дух силы, любви и целомудрия. Мы тоже потребуем этого, дорогие. Когда наша горливость гащит. Когда наша ревность, она угасает. Когда мы видим, что начинаем пресекать, когда мы видим, как наш сосуд, как будто течет уже. И та милость есть гораздо менее горомца. И эта любовь уже не так греча. потребуем помощи Божьей. Мы нуждаемся в Божьей помощи. Мы нуждаемся в обновлении Духа Божьего. Чтобы на ново он выполнил наши сердца. Чтобы он заново исполнил наши сердца. А когда он выполнил наши сердца. И когда он исполняет наши сердца. Не треба никого змушать до добрых вещей. Не надо никого принуждать к хорошим, благим вещам. Потому что такой человек он охотно идет к этому. Он охотно хочет служить Богу и своим братьям и сестрам. Он охотно хочет служить Господу и своим братьям и сестрам. Когда мы смотрим на первый сбор, который был создан в Иерусалиме, то мы видим, каким образом это проявлялось в их жизни. И мы можем сравнить свою жизнь с их жизнью. И исполнены ли мы Духа? Читаем 2 глава Деяния Апостола в 42 стихе. И они постоянно прививали в Учине Апостола. В общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу с весельем и в простоте сердца. Хвалия Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Дорогие, что характеризировало первую церковь? Это желание общения. Общение с Богом и друг с другом. Они тоже пребывали в учении. Трвали в молитвах. И мы видим, что это было ежедневно. А нам иногда дважды в неделю тяжело пойти в церковь. Это очень плохой сигнал. Даже когда смотрим на жизнь первой церкви, то читаем, что они не дбали только о себе, то мы видим, что они не заботились только о себе, но продавали свою собственность, чтобы помочь другим. Как кому было потреба? Как кто нуждался? Так, сегодня у нас нет экономических проблем. И, благодаря Богу, мы не нуждаемся в хлебе. Но у нас есть тоже другие нужды. И, особенно, в духовном. Где мы один другому можем очень сильно помочь. Через молитву, хорошее слово. А тоже и в материальных вопросах. Готовы ли мы это делать? Дорогая молодежь. Как выглядит ваше настроение в этом? Готовы ли вы? Вы цвет церкви, так можно сказать. Вы будущем церкви. Полны сил и исполнены от Бога дарами. Часто обдарены дарами Духа Святого. И так хотите дальше служить в этом Господу. Богу, а ведь братьям и сиострам. Богу и братьям и сиострам. Нех Бог вас благословит вас Господь. Коўчоц, хотел бы еще раз подкреслить, что, чтобы быть исполнен Духа Святого и ходить в полноте Духа Святого, мы должны быть послушны Слову Божьему. Належно выстрегать себя греху. Належно убегать от всякого известного греха. Належно дбаћ о споћчность с вершочными. Належно дбаћ о споћчность с Богом попрез модлитву. Належно быть в споћчене с Богом через молитву. И попрез читание Божего Слова. И через чтение Слова Божего. Такие три основные колодцы духовной жизни. Студня споћчности святых. Студня Божего Слова. Студня Слова Божьего. И студня модлитвы. И колодец молитвы. Если мы будем церпать из них постоянно, наше сердце будет открыто для Духа Святого. И тогда Он будет исполнять и вести нас. А то наше Я будет coraz меньше. А наше Я будет все меньше и меньше. А Христус будет все больше и больше в нашей жизни. И Он не будет только гостем в неделе в наших сердцах. Но ежедневно будет исполнять нас своим Духом и будет вести нас. Желаете ли этого, дорогие молодежи? Если вы хотите, скажите «Амин». Если так, скажите «Амин». Повстањме и отдайме хвала нашему Пану. И так встанем и вас дадим славу нашему Господу. И подякујм, что Он нас умиловал милощћом вечным. И будем благодарить, что Он вас любил на свечной любовь. И будем благодарить за обетнание Духа Святого. И попрођм, чтобы Он выполнил наши сердца своим присутствием.